Всем огромный-преогромный привет! Я рада видеть вас на своем канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ребят, поговорим мы с вами о канале Ольга Уралочка Live и продолжаем обсуждать влог с Мукбанка. Вы знаете, я прочитала и ваши комментарии, и пришлось мне заново пересмотреть весь влог. Ну, возможно, да, я невнимательно, соглашусь, смотрела. Но, опять же, да, многие не согласны с моим мнением относительно того, что Абдугани обычный нормальный парень. Ребят, вы знаете, то, что он дергается, то, что он пугается, мне больше кажется, что он просто зашуганный. Судя из того, что Уралка рассказала, что ее там скакалкой лупасили и шлангой, то, что якобы Сафарика тоже лупасили, я понимаю, что для них считается нормой, да. И он дергается не только от Сафара, он и от Уралки дергается. Вот внимательно я посмотрела, да, без скорости, просто на обычной нормальной скорости пересмотрела реакцию на ее кашель, как он вздрагивает реакцию, как Сафарик открывал бутылку. Это просто ужас. Он открыл бутылку и вздрогнул, и Сафар на него посмотрел, и тот уже от взгляда поднял руку. Он уже просто-напросто боится его взгляда. Представляете, это жуть. Он взгляда его боится. Он боится, что тот может огреть ему за то, что тот вздрогнул. То есть, походу, за всякие мелочи, когда он вздрагивает, когда он крутится, когда он ерзает, он, видимо, получает. Неспроста, ребят, он такой. Почему я говорю нормальный? Ребят, для меня даже особенные дети считаются нормальными, потому что это дети. А выставляет на весь белый свет в таких красках, в таком позоре Уралочка и Сафарик. Потому что для них считается норма прополоскать ребенка. Какой-то кошмар, ребят. Ну, честное слово. И опять же, она сидит и нагло врет, говорит, что вот, он не успеет проснуться, Оля, пошли, Оля, пошли. А он говорит, нет, она говорит, что я обманываю, что ли? Сейчас опять скажут, что я обманываю. Естественно, обманываешь, когда ты правду говорила. Когда ты говорила правду, одна брехня. Ой, по поводу канала там завелись, зацепились, да, что, ой, он столько подписчиков хочет. А для чего столько подписчиков-то, Уралочка? Для чего? Ну, для бабосов, конечно, да, понимает он. В этом, видимо, толк понимает, да. Вот здесь прям ты нахвалила, что, ой, колбаску шоколадную делал, Уралочка снимала. Опять она пыталась его пропиарить. А Сафарик сказал, нет, ему надо научиться общаться якобы с людьми, там, разговаривать на русском языке. Ну, в общем, такого плана. Но Сафарик, чтобы научиться общаться, нужно сходить к психологу. Если вы считаете, что он не умеет ни с кем общаться, ну, а чтобы научиться русскому языку, то нужно нанимать репетитора. Но зачем? Лучше видосы пилить. Только тогда нафига поскрывали все видосы? Нафига? Ну, в принципе, они же не ожидали, что столько просмотров будет. И, естественно, перестраховались. Ну, потому что, понятное дело, для чего этот канал, да. И, опять же, я думаю, что Абдугани неохотно он и снимает. Потому что Уралка сказала, делает он все очень быстро, он спешит, якобы тяп-ляп, потому что он делает не хотя ему не нравится. Поэтому он и спешит во всем. Ну, и дальше, опять же, когда зазвонил телефон, да, Абдугани рванул, хотел поднять трубку. И потом мне уж показалось, что у него уж совершенно не было аппетита. Но кусочек пиццы он съел и по-быструхе, по-быструхе умотал. Перед тем, как он там еще поел эту пиццу, Уралочка же заявила по поводу двойки, что по пенью получил, да. И, слушайте, какое у нее было выражение лица, когда она сказала про двойку по пенью. Это ужас. Прям такое выражение, якобы, как так? Да вы что, двойку по пенью? Фу, ужас, ребят. Но зато, когда только Абдугани ушел, она продолжила его пылесосить по полной. Ребят, настолько отвратительно все, что я смотрела, что я пересматривала. Просто как помойную яму устроили пацану. Усадили и помоями его прополоскали. Сами сидят в помойке, да, его туда же усадили и полощут, и полощут, и никак не могут отцепиться от него. Он уже взгляда боится, он уже дергается то от одного, то от второго. А им все мало. Почитала я комментарии у них на канале, особенно про шлангу и скакалку, то это просто жуть. Люди, конечно же, возмущены. Но это до поры до времени, ребят. Это просто до поры до времени. Потому что стоит уралки что-то там на даче снять, там как Абдугани работает. Работает, уралочка где-то что-то делает, сафарик работает. И все, будут молодцы, все предели, замечательная семья. Но это, знаете, как обычно, уже настолько привычно, что совсем неудивительно. Да. Ну, а вообще, ребят, да, комментарии опять практически все негативные. Потому что возмущению и правда нет предела. Теперь я прекрасно, ребят, понимаю, почему Абдугани дергается. Почему он вздрагивает. Слушайте, ну, понятное дело, если он, когда зашипела бутылка, вздрогнул и тут же от взгляда сафара поднял руку, якобы защищаться, да, то понятно, что сафар реагирует на его вздрагивание. И уралочка говорит, постоянно он вздрагивает, он что-то пугается, боится. Он говорит, я ничего не боюсь. И действительно, он не боится какого-то там шума на улице, да, когда находится, возможно, один. Ему не страшно. А кого он боится, так он боится уралку и боится сафарика. Он боится эту парочку, которая сидит в помойке и тащит туда прямиком на дно помоечной ямы пацана. Да, несовершеннолетнего пацана. Толкают его туда, в эту яму вместе с каналом. На ютубе, который открыли они ему. А, ну, психолог зачем, не нужно. Репетитор по русскому языку, ну, тоже не нужно. Зачем учиться? Кстати, я уловила очередное вранье сафарика. Когда он сказал, что он, когда только приехал в Россию, это был 2005 год, он приехал в Москву. Сначала в Москву, он сказал. А помните, что он рассказывал на стриме, когда он приехал в Россию? После школы. То бишь, ему было 17 лет. И 2005 год ему 17 лет. Давайте посчитаем плюс ещё 18. И что у нас получается? А у нас получается с вами 35 лет. Ну, тут уже, знаете, в очередной раз можно уж не доказывать. Мы всё равно с вами прекрасно знаем. Уже давным-давно всё выяснили его возраст. Но, вот понимаете, устраивает очередной раз палево. Я понимаю, почему Ирка не отвечает на этот вопрос. Якобы, она не хочет показаться вружкой. Спрашивайте там на канале Уралочки. Всё про них на канале Уралочки. А я вам жужужу-жу не скажу, не скажу. Ну, правильно. Ей же не хочется показаться вружкой. А то вдруг всё всплывёт. А она тут такая обманщица. Хотя, вы знаете, она и так уже успела завраться. В общем, ребят, очередное возмущение не только у меня. И другие обзорщики возмущены по поводу Уралочки, по поводу Сафарика. Что зашугали пацана до такой степени, что он вздрагивает просто от взгляда. Это, представляете, до какой степени нужно зашугать ребёнка, чтобы он дёргался от взгляда и руку подымал и боялся, что ему сейчас мазанут. Вы представляете, если Уралка говорит, что её мать била скакалкой, била шлангой. Ну да, шлангой, так же говорит Уралочка. И Сафарика тоже лупасили, то они считают, что это норма, и поэтому они и Абдугани гоняют по полной. И вот для меня теперь всё понятно. Всё понятно, отчего он такой дёрганный. Если его и правда Сафар гоняет, и плюс он проживал у родителей Сафара, и там тоже, видимо, устраивали пацану порки, то здесь просто всё ясно, здесь просто пазл складывается. И это ужас. И, видимо, из-за этого не хотят они и к психологу его вести. Зачем психолог может раскрыть тайну и спалить папашку, да, который его наказывает и от которого он дёргается? А поэтому сидят ровно на попе. Зачем? Лучше сидеть и жрать, да, в три горла, нежели действительно заниматься ребёнком. В общем, ребят, как-то так. Пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Но я хочу напомнить, что это лично моё мнение, и я его никому не навязываю. Каждый вправе думать по-своему, потому что мы с вами все разные и воспринимаем ту или иную информацию тоже по-разному. И это нормально. Жду ваших комментариев, жду вашего мнения, прекрасного всем настроения, позитивных эмоций, мирного неба над головой, любви, добра, понимания и, конечно же, здоровья. Берегите себя, берегите своих близких, ну а я вас обнимаю. Всем пока-пока.